Всем привет! Нам надоело быть в безлюдном Мармарисе. Мы на пароме посетили греческий остров Родос, побыли там два дня. И теперь у нас еще есть возможность в Турции пребывать 30 дней. Нам так понравилось шестое чудо света Колосса Родоски, что мы решили посмотреть еще и пятое Галикарднавский мавзолей, который находится прямо здесь, в Бодрыме. И в этом видео вы узнаете, так ли здесь понауехали иностранцы, как и в других турецких городах. С вами Абуэлла на канале Бабушка-путешественница. Поехали! Мы едем из Мармариса в Бодрум. И вот здесь такой вот красивый вид на горы. Там справа море, но его не видно за деревьями. Ко мне уже пришел встречать мотор. Мы приехали в Бодрум. В отеле нет ни рецепшена, никого, ни регистрации. Стой, что ты? Ну, какой красивый. Что ты? Ты сейчас упадешь, дурак. Вот. По Wi-Fi на телефоне. Все. Ключи. Пароли от Wi-Fi. Вся информация. Подиходишь, так в однофи, все работает. Сейчас покажем. Никого нету. Ни охранника. Ни рецепшена. Вот так вот. Чего ты пришел сюда? Опять ты? Программка. На телефоне. Никого нет. А как же попасть в номер? Ну, вот так. Я сниму, потому что там карты. Так, берете. Доброе утро всем. Я только проснулся. Бабушка уже проснулась раньше меня. Абуэлла. Она что-то там приготовила. Но я буду вот такую интересную штучку. Какие-то готовые хлопья или мюсли с протеином. Абуэлла. Привет. Привет. Доброе утро страна. Смотри, какой вкус ты задал. Я уже себе завтрак сделал. Мне очень нравится в Бодрыме такой вот стиль домов, как греческие. Тут повсюду такие маленькие, высокие дома, белые, с синими окнами и разными видами крыши. То синие крыши, то вот такие вот оранжевые, прикольненькие европейские, прям чистая Греция. Здесь в Бодрыме есть одно из семи чудес света. В Далекарнадский мавзолей мы поедем туда, посмотрим, расскажем, что там. Я так понимаю, что он не сохранился, там, наверное, какие-то развалины его. Ну, посмотрим. Вот. А так-то есть очень много достопримечательностей каких-то разных, потому что в прошлом, как и многие города Турции, Бодрум был греческим городом. Поэтому здесь есть вот эта вот стилистика Греции. Что ж, ну я пошел завтракать, а об этом всем мы еще поговорим. Короче, мы сняли вот такую прикольную квартиру. Самый кайфный у меня, конечно, в Дверье, я до сих пор под впечатлением. Людей, правда, здесь мало, повсюду. Такое ощущение, как будто бы мы один здесь. Коты во дворе, да? Да, там маленькие коты, я им купил вот такие вот корм. Правда, я чуть не рассчитал, я вчера вечером пришел их кормить, а они как монстры набросились на этот корм. Меня покусали параллельно с этим. И я думаю, надо будет зайти купить им большую пачку такую, чтобы хватило точно. И шо? Вообще заблажен. А где? Раз, два, три, четыре, пять. А вот они все. А где Рашид? А ну давай. Смотри, смотри. Смотри на них. А, ты еще и ручишь. Да я дай положу так. Водрум популярен среди местных жителей Турции. Это у них считается премиальный элитный курорт. Здесь любят отдыхать спортсмены, звезды, элита в общем. Среди русских туристов здесь вип-туристы российские приезжали на своих яхтах еще с 90-х годов 20-го века. А среди обычных простых русских здесь мало кто отдыхает, потому что не так уж много в России этих туристических предложений по бодруму. В основном здесь любят отдыхать англичане. Да, европейцы в целом и в Британии есть такое шуточное название бодрума, как постель Европы, потому что бодрум очень созвучно звучит со словом bedroom на английском, что как бы переводится как спальня. Мы пришли в Галикарнастский мавзолей. Ну, точнее, мы пришли к тому, что от него осталось, потому что здесь одни руины. Он был построен, как историки и археологи, вычисляют где-то 350 лет до нашей эры. Вход сюда платный, стоит за человека 70 лир, но мне кажется, это дешево для таких исторических мест, потому что здесь прям такое большое пространство, на котором куча разных колонн, камней, всего-всего, из чего вообще был этот мавзолей раньше построен. А сейчас мы идем в музей, который здесь рядом стоит. Это как выставка особенных камней. Это, как я понял. Ох, тут лестница. Баба, обоила. Мы зашли в этот музей. Я бы не назвал это музеем, если честно, просто какая-то маленькая комнатка с телевизором. Но все равно рассказывают, показывают, как он выглядел предположительно, потому что даже там есть стенд, в котором показано, как его зарисовывали в разные года и как его представляли. Но сейчас есть, в принципе, самая научно доказанная интерпретация, вот так она выглядит и, в принципе, достоверно, точно, неизвестно. Ну, вот он, музей Галикарнаси, и людей никого нет. То есть пусто абсолютно. Ни турков, ни туристов, только разве что рабочие. По науе ехали. Не сезон, наверное, да? Я думаю, что не сезон. Конец ноября. Погода офигенная, 22 градуса. 22 градуса, людей ноль. Хотя при этом, при всем, я думаю, просто элите, которые здесь отдыхают, им нужны такие системы. Им нужны яхты и кафе. Кстати, которых очень много, ведь здесь в Бодрыме, пожалуй, одно из самых больших количеств вообще кафешек, баров, телей и ресторанов на набережной. Не в плане, что во всем городе, а именно конкретно на набережной. У нас там настолько густо. Но на набережной там нет сети и линии таких отелей. Все включено, как вот в других городах Анталии, Анлании. Да, поэтому это не сильно популярно среди русских туристов. Здесь маленькие отели. Здесь маленькие, небольшие отельчики. Заметил? Они разбросанные. В основном они здесь двухэтажные. Ну, не сказал бы, что прям двухэтажные, но они небольшие. Здесь нету вот Людиво, как вот выезжаешь в деревню, и там такой просто бац, карамадина, микрорайон просто отель. А здесь нет. Здесь отельчиков, как европейский отель. На первой линии практически отелей там, я не знаю, малые, они не такие совсем. Да? Но проще. Как в Греции. Как в Греции. И даже улочки. Маленькие, узкие, как в Греции. Ну, а что еще можно ожидать от города, который в прошлом то греческим был, то Македония, Турция, Османская. Просто настолько в истории связан со всеми странами и великими империями, что понятно, что здесь можно все виды культуры видеть. Город красивый. Маленькая Греция. Что ж, пойдем посмотрим на бары. Пойдем посмотрим на маленькую Грецию. Посмотрим на маленькую Грецию и на эту набережную. Сзади нас находится замок Святого Петра. Он построен, ну, не полностью, частично брали камни с мавзолея Гарикарнаса. Да, это очень древний замок. Он был еще построен греками. И в то время, когда правило здесь царь Мавсол. Именно как раз-таки после его смерти вообще все мавзолеи называются мавзолеями, потому что Мавсол. Тот только не пережил этот замок. Потом он очень долго держал осаду турков. И по итогу его захватил султан Салиман. Как раз-таки он уже начал делать из него то тюрьму, то мечеть. Но сейчас это музей. И в него можно попасть. И, кстати, очень дешевые билеты там. Всего 60 центов. Пойдем. Пойдем посмотрим. Вот мы прямо возле этой крепости. Ой, какая красота. Красота неимоверная. Я хочу туда вовнутрь зайти, знаешь? Ну, чтобы собирать зайти. А где вход? Пойдем искать вход. Я еще слышал такую историю, что тут есть 5 башен. И каждую башню охраняли, ну, как бы на 5 зон разделено. И каждую эту зону охраняли разные интернациональные группы. Ну, то есть разные иностранцы, я бы так сказал, наемники. И поэтому они разделены и по-разному называются. Поэтому там есть испанская зона, итальянская, британская и греческая. Вроде вот так. Очень прикольно, потому что крепость очень масштабная. Я бы сказал, что она большая. Классно. Пойдем, подойдем вон в вход. А, вот в вход. А, наверное, это закрыто. Тут никого нет. Ой, наверное, поздно живете. И падай. Никого нету? А, так, конечно, никого нету. Время уже. Они работают до 5.30. 5 ровно работает конкретно тикбол, этот, как это на русском называют. Как это, я забыл, на русском называют. Касса. Касса. До 5 работает касса, а сам экскурсия проводится до 5.30, а сейчас уже 5.22. А билет стоит 500 лир. Да. Очень дорого. Билет стоит 500 лир. Дороговато, но я хочу все равно туда пойти. Я обнаружил очень интересный Макдональдс в греческом стиле. В таком узком переулочке и Макдональдс. Выглядит прикольно. Реально Греция. Это греко-римский амфитеатр в Бодруме. Он находится на холме и расположен почти прям рядом с центром Бодрума. Хорошо сохранился. Здесь и по настоящее время иногда используют его для фестивалей, для, ну, как какая-то концертная площадка. Да, да и в принципе во всех городах, где бывали греки, во всех крупных городах можно найти амфитеатры, потому что это главная фишечка греков. В Сиде, например, в турецком городе тоже есть амфитеатр. Ну, если сравнивать с тем амфитеатром, этот поменьше будет. Там мне, конечно, намного больше нравится. Там акустика. Вид здесь открывается просто офигенный с него. Полузакрытый там в Сиде. И там акустика, конечно, больше. Такой тоже полузакрытый, вот же закрывается. Вот же стена. Просто там он менее разрушенный. Да, бодрум – это нетипичная Турция. Бодрум называют маленькой Грецией. Здесь отличается архитектура конкретно. Здесь архитекторами было решено строить небольшие двухэтажные, трехэтажные домики. Только в белом цвете. Только в белом цвете. И они их не красят краской, а белят известью. Это для того, чтобы отпугивать насекомых, для дезинфекции. И вообще, здесь было раньше много скорпионов и змей. А синие стамги и синие двери или голубые дорожки для змей, они представляются как красный огонь. Конечно, сейчас здесь очень мало туристов. Но, опять же, это конец года, ноябрь. А если брать русских туристов, то, в принципе, их сильно здесь никогда и не было. Потому что ПНЖ здесь намного сложнее открыть. Покупать недвижимость здесь тоже сильно дороже. По этой причине бодрым подойдет тем видам туристов, которым хочется посмотреть исторические места, красивые виды. И всего на несколько дней. Без all-inclusive, без больших отелей, в которых можно жить всю неделю. И если вы такой вид туристов, бодрым, обязательно приезжайте сюда, смотрите. Мне кажется, вам очень понравится. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И смотрите наше следующее видео. До новых встреч!